Здравствуйте, дорогие друзья! Снова счет Амера, снова глава Медсарая Тазрия. Знаете, для чего вот каждый год мы все время изучаем, 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 сказали мудрецы, что это рассказ о том, как в дороге жизни меньше запачкаться, а как запачкавшись отмыться, что кушать, чтобы не разболеться в этой дороге жизни, вообще как жить. У одного человека было два костюма, один будничный, другой для суббот, праздников, торжеств. О будничном он особо не заботился, ну так, на пятна даже не сильно обращал внимания. Сливались с теми, что были, повесил и пошел дальше. Однако, дорогой роскошный костюм берег, содержал в полном порядке, если на нем появлялась хотя бы там малейшая пятнышка, тут же химчистку и так далее. Однажды повесили эти костюмы в шкафу рядом, и сказал потрепанный костюм своему соседу, что он говорит, смотри, как ко мне великолепно хозяин относится, не трогает меня, оставляет в покое, а тебя постоянно мучает, скребет щеткой, выбивает, проводит через огонь воду, стирает, как поколение потопа. И ответил ему соседний костюм, все как раз наоборот. Я костюм субботний, хозяин следит за тем, чтобы я был чистым и выглядел достойно. А тебя он не трогает, потому что ему все равно, как ты выглядишь. Вот так со происходящим в жизни. Сказал Раф Коблер, чтобы объяснить эту притчу еще до конца, что когда через 120 лет человек предстает перед небесным судом, ангелы кладут на одну чашечку его грехи, а на другую чашечку добрые дела. И так взвешивается человек. И случается, к сожалению, что чаша грехов полная и тяжелая, а чаша добра, она пустая или, ну, скажем, не слишком наполненная. И тогда подсудимый начинает снимать свою котомку и бросает ее на чашу добра. Чаша добра начинает сильно изменять свою позицию, как будто она наполнилась тяжелым грузом. Спрашивает, что находится в котомке. Написано то, что очищает человека. Мучения, болезни, страдания, переживания. К счастью, написано в Талмуде, что даже если человек в карман полез, там думал, что у него 10 копеек, а нашел там только 5, это тоже страдание. Поэтому, вот с одной стороны, наши беды, конечно, это беды, не дай бог, никому. С другой стороны, написано, что они помогают до такой степени на вечном суде, что если бы человек знал все заранее, он бы иначе к этому относился. Мы всему учимся у Торы. Кстати, вот такой пример приведу. Закон о прокаженном написанном в недельной главе в день его очищения. Вот именно сейчас, когда человек вылечился и очистился, его вдруг называют прокаженным. Почему до сих пор, вот до этого, когда он был нечистый еще был, его так не называли. Комментаторы приводят урок здесь для людей. Нельзя приходить к человеку с учениями, порицаниями, в тот момент, когда он болен и страдает. Лишь после того, как человек выздоравливает или проходит беда какая-то, можно сказать ему, что необходимо для его жизни, но не в этот момент. То есть во всем, что есть, в книге все для того, чтобы человек продвигался вперед. А знаете, где была первая ошибка допущена, которую мы продолжаем, и что нам мешает? В раю. В том раю, условно, была написана ошибка, когда Бог спросил у Адама, ну что там, как дела, как ты съел это яблоко? Тот говорит, жена, которую ты мне дал, она виновата. То есть человек совершил ключевую ошибку, которая продолжается до сегодняшнего дня. Ну, во-первых, если фокусироваться, сказать, что виновата женщина, это уже изначальная ошибка, она все равно проигрышная. Но речь не об этом, речь о другом даже. Когда человек считает, что в чем-то виноваты соседи, друзья, какие-то недруги или что, это неправильный взгляд на жизнь. Это не такое. Все абсолютно наоборот. Ничего случайного нету, ничего спонтанного не бывает. Вот смотрите, раньше насчет вот этих проказов, которые рассказывает недельная глава, она появлялась сначала на стенах домов. Если человек не понял намека, она появлялась на одежде, только потом на нем. Как хорошо, казалось бы, человеку было жить. Появилось что-то на стенке, сразу бегом себя исправлять. Но это не так. Сейчас происходит абсолютно то же самое. Какие-то сложности, какие-то неприятности, какие-то проблемы, которые происходят, они для чего направлены? Написал Балшемптор, что все, что с нами происходит, направлено к тому, чтобы мы задумались. Это те же на домах, на одежде, на людях. Все это есть и сейчас. И так же мы слепы, как и тогда, к сожалению. Знаете, к сожалению, еще раз к слову, к сожалению, скажу второй раз. Речь идет о том, что именно очищая себя, мы должны вот это прервать размыкание цепочки. Рассказывает один раввин, что однажды пришел в светскую школу, спросил у ученика, когда твоя мама зажигает свечки, и мама еврейского ребенка, еврейский ребенок говорит, мама зажигает свечи, когда дома нет электричества. Вот это вот прерванная связь поколений. Вот это вот есть проблема. Вот с этим вот надо бороться. Прохавы от слаха, я думаю, что у нас так не будет. Прохавы от слаха, я думаю, что это не будет.